Привет, я Макс, и сегодня топ 5 экшн камер, которые стоят около 100 долларов. На пятом месте SJCAM SJ4000, одна из первых удачных китайских экшн камер. Но не думайте, что данная камера не конкурентоспособна. Её постоянно обновляют, и сейчас мы рассмотрим версию Plus, которая вышла не так уж и давно. Хорошим сенсором Omnivision OV4689. Хоть он и на 4 мегапикселя, что равняется 2592 на 1520 точек, и выдаёт хорошие результаты. Угол обзора 170 градусов, неизменяемый, в отличие от других. Дисплей 1,5 дюйма. Видео снимает 2К, 30 кадров. Также есть Wi-Fi для управления камерой через телефон. Аккумулятор на 900 мА, чего хватит на 90 минут записи. Камера снимает хорошо, и если не сравнивать всю неделю с другими записями камер, то видео выходит абсолютно такое же, как хоть на той же GoPro 3. И даже, возможно, покажется, что лучше. В комплекте вы получите кучу примочек, аквабокс и так далее. Всё это стоит 88 долларов, что чуть дороговато по сравнению с её главным конкурентом, который на втором месте. Занимает четвёртое место SJCAM M20. Это новое квадратное решение от той же фирмы. В данной модели появился, наконец-то, пульт. Пользователи давно просили пульт от данной фирмы. Жаль, конечно, что он не входит в стандартный комплект. Придётся ещё доплатить. Хоть цена и так не мала, но опять же, исходя из конкурентов данного топа. А так, по цене, каждая камера из данного топа меньше в 2-5 раз, чем у знаменитых альтернатив. Сенсор данной камеры свеженький, от Sony на 16 Мп, IMAX 206. С гироскопической стабилизацией. Угол линзы регулируется от 70 до 166. Видео пишет максимально 2880 на 2160 точек. Имеет красивую и сочную картинку. Фотографии также получаются ещё лучше. Так как снимается в 16 Мп. В камере присутствует Wi-Fi для управления через телефон и датчик движения. Аккумулятор на 900 мА. Хватает примерно на 80 минут. Также камера одна из самых лёгких. Вместе с батарейкой весит всего 55 грамм. Кто летает, очень даже оценит данную информацию. Камера хорошая, с отличным сенсором от Sony. Выдаёт красивую картинку. Правда, комплект на удивление в этот раз мал. Только лишь защитный бокс, остальное за доплату. Поэтому, в общем-то, и на четвёртом месте. Цена устройства около 120 долларов. Третье место занимает EKN H8. Довольно свежая камера. И заявленная съёмка в 4К. Максимальное разрешение видео 3840 на 2160. Но фотография будет снимать на все 12 Мп. Сенсор камеры от Sony на 12 Мп. iMay X 078. Угол обзора фиксированный 170 градусов. Имеется собственный экран 2 дюйма. А также экранчик спереди. И Wi-Fi для связи с вашим смартфоном. Имеется функция детектор движения. Аккумулятор на 1050 мА. Хватает, как и многие экшн-камеры, на 80 минут записи. Снимает данная камера вроде как хорошо. И опять же иногда по картинке кажется, что лучше, чем GoPro. Но в любом случае, камера за 30 тысяч рублей будет лучше по качеству. Которая в общем-то нужна только профессионалам. Которые смогут его оценить и использовать. А простой пользователь видит картинку сейчас. И данная картинка этой камеры явно визуально кажется лучше. За счёт ярких, сочных цветов. В общем сенсор от Sony показывает себя как хорошая камера. С отличной цветопередачей. Да, данная камера единственная, которая снимает в столь крупном разрешении. И имеет целых два дисплея. Кому же и одного мало. Цена камеры не так высока. На данный момент около 74 долларов. На втором месте EKN H9. Запись видео данной камеры ничем не отличается от предыдущих моделей. Но почему же данная камера занимает второе место. Не имея полноценного или даже приблизительного 4К. Потому что при данной картинке стоимость данной камеры всего 40 долларов. Что в два раза меньше, чем любая камера из данного топа. По начинке имеется дисплей, что безусловно удобно. Запись видео поддерживается до 2К. Дальше 2,7 и 4К. Очень малый FPS. Не стоит данные разрешения и включать. Можно и фотографировать с такой же скоростью. Также к этому добавлю, что сенсор камеры на 4 мегапикселя. Чему равняется разрешение 2593 на 1520. То есть это как раз 2К. Но не 4 точно. То есть там уже идет интерполяция. То же касается и фотографий. Где указано вообще 12 мегапикселей. Просто данный качественный сенсор Omnivision UV4689. Предназначен изначально для систем видеонаблюдения. Также имеет матрицу BSE с обратной подсветкой. Что дает повышенную светочувствительность. И хорошие снимки в темное время суток. То есть камера получается для 4 мегапикселей очень хорошая. Также качество кадров зависит еще и от прошивки. Так как данный сенсор стоит во многих камерах. Но снимают они чуть-чуть по-разному. И у фирмы Econ прошивка настроена очень неплохо. Аккумулятор на 1050 мА. Чего хватает на час-полтора. Смотря в каком качестве снимать. Также есть Wi-Fi для управления камерой через специальное приложение на телефоне. В общем при цене в 40 долларов. Где вы получите целый набор аксессуаров. Советую данную камеру любому пользователю. Вы точно не пожалеете. И она лучше чем предыдущие. Если учитывать цена-качество. А картинка видео и фото. Вас будет радовать насыщенными цветами. И при этом не надо будет что-то обрабатывать. Достал из коробки камеру. Вставил аккумулятор. Ну конечно в начале придется полазить. И поставить более свежую прошибку. На первом месте конечно Xiaomi U. 2016 года. Это обновленная версия первого поколения камер от Xiaomi. 2015 года. Она естественно стала лучше. И камеру 2015 года в наше время уже не стоит покупать. Когда есть такая. Но важно еще. Чтобы вы не ошиблись. С выбором. И не купили старую. Отличия от данных камер есть. Это во-первых цвета камеры. В данной версии присутствует только черный и белый. И еще отличается немного нижняя часть. В общем ссылку на правильную камеру я оставлю в описании. По начинке камера имеет изменяемый угол обзора. До 155 градусов. Сенсор стоит от Sony. На реальных 16 мегапикселей. С гироскопической стабилизацией. В данной камере нет дисплея. Так что кому это обязательно. Сразу берите второе место. Видео записывают до 2К. И Xiaomi нигде не пишет о каких-либо интерполяциях и поддержке 4К. Что меня радует. Автографируют на 16 мегапикселей. Без всяких интерполяций. Также поддерживают пульты и Wi-Fi для управления со смартфона. Для управления со смартфона здесь опять же Xiaomi превосходит всех. Программа отличная. Особенно после недавних обновлений. Где появился русский язык. Стало все еще понятней. Как на уровне того же GoPro. В общем-то к чему и шли Xiaomi. Выпуская данную камеру. Составить конкуренцию GoPro. А не другим китайским экшн камерам. Что им в общем-то и удалось. Что им в общем-то и удалось. Картинка похожа на GoPro. Хотя если сравнивать видео. Опять же простой пользователь не поймет. Чем же мне картинка больше нравится. А если вот я отредактирую Xiaomi видео. Картинка будет получше. Картинка получится даже лучше. Как и говорил я ранее. Для простого пользования. Нужно брать то что я поставил на второе место. Снимаешь и сразу показываешь. Или заливаешь на YouTube. Без всякой обработки. А тут как и в GoPro. Видео еще надо после съемки. Подвергнуть небольшой обработке. А также в данной камере. Нет экранчика. Не всем эти трудности нужны. Но мой выбор конечно копия GoPro. Xiaomi U. 2016 года. Копия не внешне. А внутренне начинки. Практически идентично. И да конечно с этой камерой не все гладко. Кроме тех небольших трудностей с экраном. Есть и ошибки в производстве. Это же все таки Китай. Стоит камера 81 доллар. Что гораздо дешевле GoPro. А за 130 долларов. Можно купить полный комплект. Со всеми чехлами. Палками. И аккумуляторами. В данной подборке мы пожалуй рассмотрели все сенсоры. Которые присутствуют за данную цену. И увидели все камеры. Которые стоило бы купить. На первом месте камера без экрана. Была бы она с экраном. Можно было бы и топ не делать. Но все же экран для экшн камеры. Как изначально это и было. Не особо нужен. Первая очередная. Это снимать экшн, спорт, жизненные интересные моменты. Глазами человека. Ну или спортсмена. А для этого экран не нужен. А для первоначальной установки на голову или куда-либо еще. Есть специальное приложение. Которое работает на вашем смартфоне через Wi-Fi. Вы можете настроить один раз. И все. После включения нет необходимости смотреть на экран. Но китайцы начали выпускать экшн камеры с экранами. И это да, действительно удобно. Потому что люди стали покупать данную камеру вместо своих фотиков. Или как я их называю мыльницы. Потому что у данных камер явно есть плюсы. Перед мыльницами. Если ее уронишь допустим, она не разобьется. Ну если конечно она в чехле. При этом всем она легкая. Всегда при тебе. Для съемки например тех же утренников, праздников. Или поездки в разные страны, зоопарки. И отлично подойдет для съемки крупных зданий. В общем на нее можно снимать все подряд. Как фото, так и видео. Но в моем топе вы можете определиться. Что вам необходимо. Экран и хорошая сочная картинка без обработки. Либо вы хотите без экрана. Тратить свое время на подключение к смартфону. А позже не сразу положить очередную поездку на море. А еще и обработать. И только потом ее оставить в компьютере. И неизвестно даже пригодится данное видео или нет. А время вы потратили на него немало. Все ссылки на экшн камеры внизу в описании. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, жмите лайк. И будьте в курсе свежих новостей о смартфонах и гаджетах. И покупайте только правильную для себя экшн камеру. Удачи и пока.